В корабле всё совсем не так. Пришлите с деком Мизим, пожалуйста. Ой, ребят, мы это... За позитив, но... Вы уж не серчайте, но этот кусок я не вырежу. Ну, и цена для цены есть вообще. Мини-клуб круче, чем напитки? Да тут я тебе скажу, искать-то долго не надо, как. И что делать-то? Ого-го! Вот это да! Так, где сейчас все люди? Выводы делать вам. Но самое бесценное, что здесь есть и... У нас дома до красного-белого дальше намного. Посидеть на остановке. Попить пивасика. Как много здесь бороды. Это огонь, это пушка, это... Здорово! А мы же такие... Ну что? О! Роскошная входная группа из стекла в виде корабля. В общем-то, не терпится уже туда попасть. Немножко представляем, что там внутри. Но давайте проверим, узнаем, что же будет там в действительности. Время 11 часов. Нас пока не заселили. Сказали, вообще номер не готов. Но мы рано приехали в заселение в два. Потом пойдем пока погуляем. Мы, в принципе, в пляжном можем делать, что хотим. Концепцию дали. Посмотрим. Напитки, как мы выяснили, только местные. Да, я уже, пока Маша оформлялась, до бара дошел. До этого, до лобби-бара. Это, знаете, удобно узнать, что на лобби-баре находится. И потом уже какой-то предел вообще по напиткам понимать. Ну и здесь только местные напитки. Те, что они местные, есть импортные. Но они уже платные. За небольшую плату. И написано, мини-бар тоже пополняется один раз. При заезде. Потом только воду. Ну и цена отеля соответствующая. Вообще уютно, чисто, светло, похож на конкорд. Мы уже в похожем месте были. Да, слово конкорд вы услышите в этом выпуске не раз, думаю. Потому что чуть ли не материалы такие же, и отделка чуть ли не такая же. Даже лифты сильно напоминают те. О, еще один бар. В этом баре мы заправились сейчас. И направимся, конечно, на бассейн. Дошли до бара на басике. Здесь же происходит активити. В дротики играют. И прямо здесь можно погадаться на горках. Много местных, в принципе, много людей. Ну и какой же красивый лайнер. Мини-клуб круче. Мини-клуб круче, чем напитки. Нашла я очередную кафешку. Пойдем посмотрим, что там. Вижу, столики. Да тут я тебе скажу, искать-то долго не надо. Как бы два шага прошел, и что-нибудь будет. Либо кафешка, либо еще что-нибудь. Но здесь тень, тишина. Кафе Тюрк. Это, скорее всего, кофеинка. Здесь тень, тишина. В гостях у Флинстоунов. Скорее всего, здесь кофе, чаек и прохлада. И посмотрите, есть Гюверте Патиссерве. Это, наверное, вот эта кофеинка. Она работает, там полтора часа всего в день. Да, и здесь, наверное, как раз вот оно мороженое. С двух до четырех. Кроме того, здесь есть Гюзульмешечки. Куророчные отработки. Да. Вот так они всего одно место. Мне кажется, здесь женщины не хватает и кучки муки. Попозже тогда зайдем и Гюзульмеш заснимем, и, конечно... Чего, мы пять минут в отеле, а уже все засняли. Что делать-то? А вот мы и на баре. Видимо, здесь у нас сегодня будет вечерний отрыв. Потому что, ну, без вечернего отрыва в таком отеле не может быть. Не может просто так проходить. У нас еще в театре есть. Да, будем зажигать под турецкие хиты. Почему? Потому что турков здесь больше, чем русских. Это уже очевидно. Если верить моей чуйке, и Маша с ней, наверное, не согласится, слева от нас это главный рестик. И войти в него можно, очевидно, изнутри. И там... Ого-го! Вот это да! Вот это просторы! Тут столько людей-то нет. А где сейчас все люди? А мы тем временем направляемся на море. Выйдем из отеля и расскажем, как добраться вообще до моря. Неожиданное расположение. Это мы вышли из отеля и здесь уже увидели релакс-пул. И дальше он переходит, туда уже, в совсем не релаксовый пол. Ну и все, собственно. Вот она, наша карма. Мы опять всю территорию обошли за 15 минут. Но у нас есть что еще снимать, когда все заработает. И вечернее шоу. И думаю, вообще ничего не сняли. Дорога до пляжа займет какое-то время. Ну, ребяточки, вы уж не серчайте, но этот кусок я не вырежу. Почему? Потому что, во-первых, тут есть магазин. Во-вторых, вы увидели какие-то достопримечательности рядом. Но море не в этой стороне. Море в противоположной стороне. И мы сейчас направляемся именно туда. В общем-то, вот мы налево повернули. Здесь дошли до перехода. И вперед получим. Красивая аллейка до пляжа. Мне нравятся такие деревья. Уютно. Это, наверное, здесь еще. Ой, это тоже, наверное, светлый отель. Знаешь, как проходит по площадке? Ну, у меня теплится надежда, что по эту часть Трансатлантика, так сказать, что-то будет. Потому что, ну, та часть, очевидно, ты только-только суставы размял. Только-только они хрустеть перестали, а уже конец, уже в забор уперся. Как же я не заснял-то? Здесь же есть вывеска. Так, мы нашли, где все русские ребята. Короче, все местные сейчас на басике, а здесь все наши. И музыка, слышите, качает у кого-то колонка. Как много людей. Ну, для тех, кто любит людей, определенно это плюс. Для тех, кто любит турецких людей, это двойной плюс. Ну что, вот, собственно, и пляж. Не знаю, пойдем мы на пляж или нет. Может быть, даже и в басике нынче проведем время. Но выводы делать вам. Какая роскошная вообще аллея. Посмотрите, и в ту сторону, и в ту сторону. Красиво. Зелень, кирпич, солнце, девчонки. Мужики бородатые. Наша задача, наверное, приспособиться к любому отелю. Это первое. Во-вторых, хорошо чередовать хорошие отели. И, может быть, не настолько хорошие. И, в-третьих, за каждой ценовой категорией есть свой набор и услуг, и предоставляемых концепций. Но самое бесценное, что здесь есть, и даже какая-нибудь самая скромная трешка может вам, конечно, предоставить вот этот роскошный вид на горы. На эти красивейшие горы. И, к слову говоря, пляж совсем рядом. Вот он, Трансатлантик, а вот он поворот на эту роскошную аллею. Буквально совсем чуть-чуть. У нас дома до красного-белого дальше намного. Наличие остановки рядом с отелем несомненный плюс. Для тех, кто любит посидеть на остановке, попить пивасика, ну нет. Это значит, что здесь есть городские автобусы вот такого типа, которые гоняют по Кимеру и развозят по различным местам за вполне доступные деньги. Это вам не на желтых каблучках ездить за 20 евро. К слову говоря, если это Трансатлантик, отель, где мы сейчас находимся, то вот в этом отеле мы были перед отелем Трансатлантик. Ну давай, заливай, что накопилось? Ну, местных 99%. Еще, знаешь, я вспомнил, сегодня воскресенье. И что, на дневнике, что ли, приехали? Да. А мы как ездим на базу отдыха в Россию? На ночь приехали, оттянулись, потом неделю отходим. Под этой квадратной штуковиной вечером проходит детский движ. И все, кто видит, кто хочет, кто не хочет, подтягиваются сюда и... И сейчас начались пляжные бассейны игры. Так что я не могу сходить. Туды. Увидел здесь движ на бассейне. И, конечно, надо его заснять. И посмотрите, как много здесь бороды. О, ребята, мы за позитив. Ну, я сейчас одену темные очки и... Короче, фотограф, который здесь ходит, фотографирует всех. Пошел покурить. И вот сделал, знаете, как это? Ну, мужики умеют делать. И вот эту вот последнюю нотку... Бассейн! Он в басик сделал, вот прямо вот здесь. Ура, ура, ура. Нам до обед дали номер, кстати, на полтора часа раньше, чем должно быть. Вам, наверное, интересно, для чего я собрал вас здесь? Выходите! Врывайся! В коем-то веке мы самостоятельно заезжаем. И это круче, чем с каким-то незнакомым человеком. У нас есть запасной стул, если нам не хватит. И диван. Ух ты! А мне, знаете ли, нравится. А изнутри это не прозрачно, это не глазок. У нас душ, и это здорово! В общем, у нас две кровати, за это спасибо. Ну, я скажу, стилизованно под корабль в лучших ожиданиях. В корабле все совсем не так. Там что-то квадратное, что-то маленькое, потолки примерно вот тут вот заканчиваются. Здесь не так. Это справляющееся кресло? Из крокодилей кожи, друзья. Так, самое главное, самое главное. У нас видовой номер. Включаем клевую музыку. Ну что, о, ТНТ. Как вы поняли, настроение огонь. Номер заселились, номер классный, все супер. И мы сейчас отправляемся. Куда, любовь моя? На обед. Ну что, ребят, давненько такого бодрого обзора еды не делали. Понеслась. Супчик можно налить самому. Булочки, конечно, можно взять. Можно чихнуть. Конечно, заснимем остров со сладостями. Обязательно кушайте зелень. Это хороший антиоксидант. И здесь дублируется зелень. Ну, как будто ее еще побольше. Здесь меньше людей, поэтому я здесь сниму. Посмотрите. Есть выкладки в мармитах. А я вот тут засниму. Курочка. Ну и ну, еще один горячий цех нашел. Давайте посмотрим, что там. Макарошки. Овощи на гриле. Печень на гриле. И здесь котлеточки уже в готовом виде. Индейку нашел, курицу нашел, говяжку. А, похоже, вот эта говяжка. И диетический стол, друзья. Так что, кто бы что ни говорил, даже если это мы, по питанию здесь голодом не останетесь точно. Ну, да, эконом. Что вы хотели? Ничего страшного. Ладно, пойду приземлюсь. И что-то надо определенно перекусить. Что же мне, голодом, что ли, сидеть? Стейк из индейки. Вот это, я не знаю, что это, моцарелла, что-то там какое-то второе слово. И под брокколинкой спряталась печеночка. Мне все нравится, а вот это мне в первую очередь интересно. Все в замешательстве подходят, не понимая, что это такое. Это котлеты на говяжий похоже. Зашли в номер после обеда, мои отключились, играют в планшет. Принесли нам мини-бар. Почему-то я на автомате сразу эфес сделал. Ребятушки, привет, доброго вам дня. Бассейн из солнечного цвета вам в хату. Так, обеденный отрыв у нас на балконе. В общем, у нас сейчас задача. Первое. Найти снэк-бар. Ну, мы знаем, где он находится. А перед первым пунктом найти просто бар. Ну, вы знаете, для чего. Все, пошлите. Сейчас мы сюда вернемся, снэк-бар. А для начала сходим вон туда. Там открылась кофеенка с пироженками, с мороженками и с ластеночками. А еще здесь же делают гизельмашки. Ладно, пойдемте в снэк-бар. И там, наверное, уже и посидим. Наконец-то мы до сюда добрались. В общем-то... Тут прям Макдональдс. А, смотри. Посмотрите, там пицца делают. Гамбургеры. Или чизбургеры, я не знаю, как они отличаются. Картофель фри. И все это... Даже, я бы сказал, аппетитно и прикольно выглядит. И здесь бар. А, ну, вот и все. А я бы взял дольку пиццы. Что я и сделаю? Как же это вкусно. Друзья. Очень вкусно. Ну и да, здесь никто не берет по одной дольке. Они удивились. Давно пиццу не ел. Слово говоря, рецепт теста, как у нас в Челябинске у вкусных ребят. Из Челябинска ребята понимают, о ком мы говорим. В общем-то, следующая еда у нас в 7 будет. Да, это вот часа 3, да? Три с половиной. В общем, я взял еще одну дольку пиццы. Она вкусна. Попросил котлету. Ну, в общем, котлету засунули. Булки я не буду. А котлеточку-то съем, конечно. Ну и поскольку уже пиццу затестили, давайте котлеточку затестили. Вкусно. Будешь? В общем, я себе сделаю с пиццей бутерброд. Спасибо. О, да бэ. Это бэ. Идеально. Пришлите с Дэком Мизим, пожалуйста. Здесь проходят выступления артистов. Малой и большой женственной эстрады. Люблю мою балерину. Так бы я надел тебе пуанты. Это огонь, это пушка, это здорово. Побольше таких концертов. Да. Редактор субтитров А.Семкин